Всем привет, друзья! С вами Вадим Двак и Хаос. Мы играем в Survival House и решили взять 4 имба пассивки, которые действительно очень сильны. Ну, точнее, 3 пассивки и одну просто расу, которые сильнее своих конкурентов, сильнее других рас, сильнее других пассивок, и мы их не берем. Это камень, который практически неубиваемый. Один может противостоять там двум-трем героям и толпам юнитов. Ну, то есть этого пацана практически не убить. Или Дан, который очень сильно отхиливается благодаря превращению в демона и обратно. Очень много отхиливается. Тролль, который за счет возвратки дамага милишникам может двум-трем героям противостоять. И Кенарий, просто Кенарий, который включает 9999 армора, регенится и так далее. Ого! У меня медведь от пилота катка откуда-то на меде. Вот здесь, вот прямо у входа. Каким образом? Не знаю. Друид-медведь вот у меня встретил... Что-то я вообще не понял, как это произошло. У меня наги реже выходят, чем остальные, что ли? Какая-то имба, мне кажется... А, может, он пассивку взял? Он же эльф, да? Он эльф? Падающие друиды-медведи с неба, что ли, пассивка? Ну да. Хорошая идея. Ну что, я убил, нормально. Деньги получаю, зарабатываю. Надо как можно быстрее сделать второй барак на мид, тогда буду больше фармить. И тогда я побыстрее сделаю свой эльдана. К сожалению, с первым бараком грейд на атаку не так крут. Я вроде как помню, что... Да, вот Мермидоны, которые выходят из второго барака, грейдятся от первого грейда. И поэтому его очень выгодно использовать за 100 голды, потом 120. Ну, то есть, по дешевке. Но пока у тебя нету второго барака, этот грейд не УПшный. То есть, он опаснее в фаст-старте, когда у тебя по всем сторонам вторые бараки. Ну, а здесь всего на одного юнита делать грейд, хоть и дешевый, все равно не рентабельно. Поэтому я сделал один грейд и пока остановился. Жду, пока накопятся деньги на второй барак. Нормально. Эльф не с моей стороны, это уже плюс. Эльф с виспами, да? Да, эльф с виспами. Ну, то есть, это еще одна, в общем-то, имба-пассивка. Я тут даже не знаю, что более имбовая. Наверное, Кенарий все-таки более имбовый, чем виспы. Но все это в сумме является очень сильной, практически неостановимой темой. А я считаю, что все-таки в играх должен решать скилл, а не раса и пассивка, пикнутая тобой. Поэтому, в общем-то, и добавляю вот такие, ну, баним мы внутри своих игр каких-то юнитов, для того, чтобы остальные, ну, или там расы, или еще что-нибудь, для того, чтобы остальные могли нормально развиваться. Например, если бы мы ничего не банили в Футману Варсе, то там бы побеждала та команда, которая покупает голема за 3,5 тысячи голды. Первая. Потому что этот голем фармит все. То есть, он примерно как, там, сильный герой 15-го левела, например. А он стоит всего 3,5 тысячи голды и может в начале купиться. Ну, то есть, естественно, играть, вместо Футмана Варса играть в игру, кто первый купит голема, не очень интересно. Вот, ну, я пушу, пушу все стороны. Видимо, наги, что ли, сильные или первый грейд на атаку так решает. Все-таки по боковым сторонам выходят 2 вот эти вот тетки. Может быть, не знаю, 400, 450 у наг, чуть-чуть больше хп, но им меньше хп дает грейд. Всем 25, а нагам 20. Причем стоит он так же. В этом плане, конечно, андеты доминируют, что они за уменьшенную стоимость получают 25. А здесь наги за полную стоимость получают 20. Мунфейс, да я уже ковыряю. Мунфейс это тяжелее всего, потому что камень это тир-3 герой, а все остальные герои появляются на тир-2. Но, с другой стороны, камень как появляется, так у всех начинается проблема. Проще всего катку, конечно. То есть, его пассивка очень сильно... Уже работает, да. Чего? Ну, она уже у него работает, уже приносит деньги. Да. А, за виспа дает 8 голды, по-моему. То есть, даже если кто-то прям подзапотеет и убьет всех виспов, то сильно много денег он с этого не нафармит. Ждем, ждем. Такой довольно пассивный старт, как, в общем-то, всегда происходит в этой игре на моде. Без фаст-старта. Чего-то я фармлю, 1100 голды у меня. У тебя там как? Ну, я сделал второй барак, у меня нет 1100 голды. Ну, ты против эльфов, то есть, одна сторона у тебя вообще не фармит, получается. Ну, пока-то. Ну, сейчас подойдут они, я буду на базе всех. Ну, поэтому, честно, мы не запрещаем пассивку с виспами, но запрещаем брать Кенария. Потому что, ну, он реально имбовый, а у эльфов два остальных героя нормальные. Почти у каждой расы есть один абсолютно отстойный герой, которого практически никогда не берут. Так что, в общем-то, все поровну. Так, ну что, я делаю уже грейд главного здания, и мне осталось накопить 800 голды для того, чтобы задоминировать мид. Мне повезло, что напротив меня эльф, то есть, всегда будет с кем повоевать. О, Монфейст захватил нейтральное здание, он кому-то второй грейд, что ли, сделал? Ну, видимо, от эльфа защищается. Ну, да, вполне возможно. Ой, как много эльфа-то на миде. Все еще делается второй грейд, почти сделался. Сделался. Все, демон лорд. Демон лорд. Ну, скоро Соломик придет. Ну, то есть, видите, метаморфон задает 3000 или 5000 хп, бонусом в зависимости от левела, и потом, когда эта метаморфоза теряется, то эти хп снимаются. Соответственно, если вас продамажили на 3000 хп, то вы их отхилили за счет того, что эти хп снялись, потом вы снова завязывали метаморфозу, у вас снова 3000 бонусных хп, вас на 3000 продамажили, эти снова 3000 снялись, вы снова фулл хпшеный, ну и такая вот загогулина. А Монфейст, кстати, меня пушит со вторым грейдом на атаку, ну, потому что я его запушил, и поэтому поэтому у него скопились юниты на базе. Ну, такая стандартная тема. Сейчас главное, чтобы он поскорее ко мне дошел, но, блин, сейчас он еще будет сражаться с моей волной, значит, он еще одна дополнительная волна скопится, а я какое-то время не буду получать деньги. Ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Главное, чтобы правый Иллидан не ушел, будет обидно. Так, сенс 700 дэмэйдж, 700 дэмэйджа дамажит моя штучка. Ого, неплохой станчик. Зовем Иллидана, он идет на мид, начинаем чинить барак, и как-то я жестенько огребаю, но вроде нормально. Ой-ой-ой. Очень, ну блин, не юзаджи мне второй спелл здания. Я тут дамажу бычков, магов, потому что они постоянно стреляют на халяву. 27 атаки все-таки. А, так этот, у него ко мне второй грейд все-таки. Ёперный бабай. Теперь понятно, в чем фишка. У него ко мне второй грейд, и мне приходится юзать второй спелл сейчас. Это, конечно, смешно, но я не понимаю, зачем он сделал ко мне второй грейд. Это что-то абсолютно неадекватное. То есть, он... Его пушат эльф, и он сделал ко мне фаст второй грейд. Второй грейд, конечно... Ну, не привык я детектировать второй грейд, привык к третьему, потому что третий просто определит, летит в воздух. А здесь вот появляются эти CG. Может, он и не скликнул? Не знаю, это же Мунфейс, это вроде Мунфейс, это он вроде так. Может все что угодно сделать. Так, ну я тоже делал к нему второй барак. Надо как-то выживать. В этот момент Иллидан на миде фармит. Фармит единолично, никто его не бьет, никто ему не указ, никто ему не опасен, а я тем временем потратил уже очень много маны. Но ничего, ничего, живем. И ко второму бараку будет в тему смотреться грейд на атаку, потому что на Мермидонов он тоже действует. Ну, то есть, примерно то же самое у меня, что и у Таурена, если не вообще абсолютно то же самое. Давайте там еще на год отправим. Так, здесь появился герой. А какой герой? А, вот, Андреевский отражательный герой. То есть, по идее, я, конечно, больно от него получаю, но с другой стороны, иногда я рейндж. Так что, по идее, я не должен больно получать, к тому же здесь куча моих юнитов. И у меня высокий левел. Но, конечно, Андреевский герой хорош. То есть, он не убивает так, как Элидан, но зато он отражает дамаг. Все-таки Мунфейс от меня пушит, и походу придется вообще к нему третий барак, что ли, делать. Дичь такая, потому что я чуть не потерял барак. Я не ожидал такого как-то, ну, потому что привык, что все начинают со второго барака, и какие-то изменения происходят с третьего барака, соответственно. Ну, нормально, я Андреевского героя. Все-таки у меня столько юнитов, и левел высокий. И конкурсы интересные. Может быть, даже стоило против Мунфейса туда отправить, хотя все равно, конечно, это не сравнится с... не сравнится это все с тем, что я фармлю на миде. Ну, конечно, приходится терпеть, огребать. Ну, я заюзал станы. А, блин, у меня же пассивка есть. Чего же я туплю-то? Да, 6 хп регенерейшн, атака и мувспид, минус 2% мувспид. Да, сомнительные у меня пассивки. Но я отбиваюсь, тем не менее. И сейчас уже у меня дополнительные вроде... Хотя, нифига не дополнительные войска, я дерусь под домом хотя бы. Все, добьюсь, наконец, Андреевского героя. Ну, вот то, что я говорил. Почему мы запретили Иридана? Потому что его не убить. То есть, ну, я наполучал, а сейчас отобьюсь. О, ёпрестэк, а мне на мид еще эльф проходит. Забавно получилось через моего героя на миде. Прошло еще. Прошли еще юниты. А, кенарий у меня. Кенарий у меня на базе. Ну, понятно, понятно. Значит, будет весело. Второго спыла у меня нету. Надо посылать юнитов и бить кенария башнями. Все, отагрил я на башне всех. И все вроде будет нормально. Делаю третий барак на мид, потому что надо все-таки избавиться здесь от кенария. Потому что... Ой, блин, начал делать грейты на башню. Забили, ребятки. Так, ну что, давайте отагрим на главное здание кенария. Ну, это в два этапа. То есть, сначала мы агрим на башню, потом агрим на главное здание. Ну, или Дан в этот момент расправился. Я добил, да, твоего, не знаешь? Да, да, да. Добил Андреевского героя. Отхиляется он сейчас. Сейчас метаморфоза пропадет. Отхиляется еще на 3000 хп. Ну, то есть, жесть. Ой-ой-ой, кенарий бьет барак. Вот это поворот. Блин, а как отагрить-то? Вообще плевать ему на все, блин. А бараком-то я же не могу что-то другое там. Офигеть. Да что ж такое-то? А как его отагрить? Барак, не атакуй, не атакуй барак. Ну, разве что загрейдить его? Блин, ну, совершенно неадекватная тема какая-то происходит. Единственное, если я начну его грейдить, он перестанет атаковать. А так-то юнитов рядом нету. Все равно бьет барак. Да он какой-то наркоман. О, все. Хоть сейчас перестал. Ну, как... А, отхил, получается, тоже снимает фокус. Уф. Все, кенария мы убили. И сейчас я на меде, боюсь, пройду, блин. Потому что я отбивался... Ой, еще здесь пацан проходит. Ну, это фигня. В принципе, надо делать тоже здесь... Ой, хотя это что-то не фигня. Надо делать здесь следующий барак. Для того, чтобы уже начинать фармить. Ну, и сейчас будут некие проблемы у Монфейса. Да, заходил он проблем. В общем-то, получается. Сразу получил третий барак. Правда, в этом частично помог кенарий, который начал дупцевать. Барак. Так, все, делаем. Второй барак к... А, это я к тебе, получается, делаю второй барак. Ну, вот, видите, то есть, Селедан отхилялся. Ему плевать вообще, на самом деле. Вообще плевать. Он много дамажит и при этом отхиливает. Вот у него уже почти фул. Как кто-то говорил, о, зачем ты запрещуешь чего-то. Вот вам получайте красоту неописуемую. Ну, что, у меня много второбарочных юнитов. Поэтому я делаю этот вот практически бесплатный грейд. На хп что-то не тянет делать грейды. По понятным причинам. Ну, и сейчас боюсь, что мой Иллидан пройдет дальше. Но я все равно его... Он 800 голды свои точно окупил, если не больше. И поэтому я не сильно расстроен. К тому же я за 800 голды его снова куплю. Хотя, сейчас, видите, сзади там какие-то подходы есть. Так что более-менее нормально. Здесь, видите, все рейнжи, поэтому никто сильно в мили не убежал. И поэтому нет такого, что Иллидан один за одним юниты идут. Ну, то есть, если у вас там милишники, рейнжи, то герой идет бить милишника. Потом идет бить рейнжа. И вот так вот в итоге можно его заманить. Все еще второй барак здесь ко мне. Всего там. Такс. А, какие у меня грейды? Шанс на стан. Монобер на 25. Ну, прикольненько, конечно. Ну, так. Ну, типа, сплэш. Че-то меня ничего пока не соблазняет. Из грейдов. О, Андрей ко мне своего героя отправил. Защищусь от него третьим бараком. И прохожу на меде. Жесточайше, причем прохожу. Здесь чувак как-то живет. Видимо, он какие-то эти отхиливательные темы делает или что. Ну, и 290 мана, то есть ему особо не позащищаться. И Мунфейс потерял верхний барак. Ну, вот она, неоправданная агрессия. Наказанно. Делаем хоть грейд на это. Делаем грейд на хп один. Но что-то вот эти грейды вообще не хочу делать. Я хоть деньги есть. Офигеть, как получает каток. И он заранее не прожал спелл. Звездопад надо прожимать сразу. И сейчас он, скорее всего, потеряет барак. Правда, вышел Кенарий. Поймался в корне. Или это не Кенарий поймался в корне, а его обилка. Ну, ой-ой-ой. Ну, совсем на лалах он выживает. Ну, я не знаю. Вроде какой-то у чувачка должен быть сплэш. То есть он, когда бьет, бьет и барак. Скорее всего. У него есть сплэш? Вроде есть. Да, он сейчас, скорее всего, добьет. Барак мой чувак. У тебя идет отхил. Сейчас как отхил кончится, скорее всего, будет убит барак здесь. О, третий левел. Барака у Мунфейса до камня. Все, минус. Минус барак на меде. Нельзя так играть, конечно же. Ой, даже не знаю, что качать. Вообще ни один сплэл меня не приманивает. Снэпдрэгоны, катли. Ну, у меня пока снэпдрэгонов вообще нет. Все, и сейчас кончится. А, ну, правда, манны у меня нету. Виспы все высосали. Ну, ничего. Сейчас, может, еще, если повезет, зарежу орхидруиды его. А, сплэш есть и у такого, получается. Сейчас, правда, Андрей подходит, но это особо не проблема для меня. У, кстати, единственная проблема справа от Мунфейса до... Так, давайте сразу загрем на главный дом. И все. И все, окей. И давайте к Мунфейсаду сделаем четвертый барак. Потому что большущая толпа. От него идет все. Иллидан, мы, к сожалению, сдох. Не знаю, я смог ли он там... Ой, блин, я же отхил включил. Отхил сбивает. Взбивает атаку. Ну, пофиг. Не знаю, успел ли он там орхидруида убить. Сейчас увидим. Скорее всего, не успел. Ух, сколько здесь. Чувачков-то идет. Да, герой жирный. Ёперный бабай. Меня аж бьют. Меня аж тут убивают нафиг. Давайте отхильчик заюзаем. Я даже не знаю, отправлять вправо... Так, это что? Нюкер. Нюкер и дизейблер. Надо нюкера, наверное, вправо. Сейчас буду отправить. А на мид или направо Иллидана отправить. А, наверное, отправлю направо Иллидана, когда они подойдут к башням. А на мид просто сделаю потом четвертый барак, наверное. Так, так. Так, ко мне сверху кинар идет. Везет тебе. Иллидан налево пошел. Ёперный тя... А, у него еще и моноберн есть. Понятно. Блин, Иллидан, ну куда ж ты пошел-то, а? Неприятно. Неприятно. Сейчас придется обилку юзать. Блин, ну давайте, давайте. Деньги, 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 деньги. Ой, не того героя поставил. В панике выбрал другого героя, чтобы он левел получил. И какого-то дизейблера. А что мне дизейблер, если здесь героев нет? Ну это... Ожидаю от него атаки с героем. И поэтому отправил ему героя. А Иллидан вообще к Андрею пошел. Зашибись. Офигеть. Да. Кто бы знал, что Иллидан такой отзывчивый. Получается, Иллидан полностью нейтрализует вражеского кастера. Тем, что сжигает ему манну. Ну и практически любого вообще нейтрализует. И практически неубиваемый за счет своей метаморфозы. Ну понятно, под базой там, под табилками, под кучей юнитов. Его можно убить, как и любого другого героя. Но весьма сложно. Текс. Еще 20 хп. Это, наверное, не надо. Нафиг. И надо на мид четвертый барак делать. Для того, чтобы без героя фармить там. Без героя и без проблем. Ну моноберт, получается, мне особо не нужен. Да нет, что-то все тлен. Увеличивает грейд на магов, увеличивает атаку зданий. Сомнительная тема. Но сейчас главное Андрея пропушит. Ой, снова герой. И виспы полетели. Так еще бы, у меня сверху там, знаешь, какая толпа пушит. Вместе с кенарием. Ну, я потерял сверху барак, я думаю. Я ничего не могу. Без пыни отбивают. Ну сейчас осталось... А, у Мунфейта тоже, в принципе, нет барака. Так что, пофиг на него. О, башню бьем, да? О, ну хотя бы на этих пацанов. О, сплэш. А, еще, конечно, сплэш. Сплэш у обычного героя за 800 голды. То есть, когда от сплэша, то песец, как важно. Потому что от сплэша зависит, по сути, бьете вы барак или нет. Блин, ну что-то все такое... Такой тлен, что я не хочу ничего грейдить. Пошло все нафиг, короче, не буду ничего грейдить. Делаю-ка Андрею четвертый барак, чтобы жизнь медом не казалась. Мне и так не кажется. Не кажется? Горковатая жизнь. Ну да, тут. Как ты знаешь, вы... У Фейса даже все плохо. Сверху две башни он уже потерял. Здесь, ну, это, просто с плэшом выпиливается барак. Ну, где баланс? Ну, короче, из всех имб, пока нам известных, Иллидан самый имбовый. Потому что он бьет юнитов и дамажит барак. К тому же он бьет юнитов с плэшом. Не, ну сейчас, конечно, Андрей как-то не дефается. И даже не переагривает Иллидана. Так я сверху, ну ты не видишь, что-то у меня сверху почти умер барак. Ну я понял, но переагрить-то одну секунду. Ты чуть не потерял барак. Так, мой дизейблер тут, дизейблер работает. Был бы тут Иллидан, понятно, барака бы уже не было. Но его и сейчас, скорее всего, не будет, потому что у меня все-таки рейнджи. Ну, эти, осадные, короче, чувачки. Сделаем на них грейд, что ли? Да лол, Иллидан, давай уже! А что Иллидан стоит? Ты на него застанешь? Ну я его застаню. А что твой барак сгорает? И у него еще этот, что ли? Я понятия не имею. Он просто решил умереть, да? Барак-суицидник. Так, ой, надо сюда еще, наверное, осадных юнит, осадную черепашку. Вообще, надо постоянно, когда вы увидите, что пушите в какую-то сторону, посылать туда осадную черепашку. Так. Ой, ну ладно, сделаю этот грейд. Я, кстати, прошел на мид сюда. Такс. Ой, Иллидан, кстати, здесь на КД. Я же его влево посылал. Он влево, поэтому на КД. Я бы сейчас... Ой, точнее, не вправо. Я бы сейчас его вправо послал добить уже здесь барак, блин. А, дизейблер. Вот, вот что значит дизейблер. Все стоят, и по идее, так как барак атакует, пока все стоят, я должен был, по идее, заагриться на барак. Но что-то пока не агрюсь, короче. Такс. Блин, куда Иллидана посылать, непонятно. Ну, сделаю грейд дома, пока. Пока непонятно, куда посылать Иллидана. Блин, не допиливается. Но, с другой стороны, он все равно потерял один барак, так что... Ну, видите, вот этот вот чувак полностью блокирует четвертый барак. Полностью. Но он все равно не такой имбовый, как Иллидан. О, все-таки барак я здесь сломал, потому что... У меня герой, потому что у меня четвертый барак уже давно. У него, насколько я знаю, недавно. Ну, и грейд у меня на атаку ближнего боя. Ну, на атаку, соответственно, милишных СиДжей. Очень неплохие. И еще у Нак очень сильная черепаха. Но она хотя бы стоит 2750. А не 800. Чувак, типа, отбился. Я не знаю, послать ему Иллидана, что ли, чтобы... Давайте Иллидана ему отправим. Пусть буду собирать просто весь фарм. Сейчас, видите... О, кстати, на меде, смотрите, я пробиваю Кенария. Шок. 18 плюс контент. Пробиваю Кенария-то. У меня всего три пачки юнитов с крутыми грейдами. Че это я? Так, давайте стан Мермидоном изучим. Давайте все-таки изучим моноби... А, хотя сейчас надо будет этот грейд сделать. А, сон. Нет. Сон. За 1100 сон. Че-то сомнительное удовольствие. Сомнительное. Так, ну, сейчас я сюда приду. Мой дизейблер лоу хп. Но вместе с Иллиданом, я думаю, это будет конец Монфейсада. Ну, и сейчас главное будет отбиться от Андреевского. Вечно живого героя, который без барака пушит меня. Смотрите, Кенарий. Кенарий может и огребать от юнитов. Ну, просто у меня седьмой грейд на атаку. И очень много юнитов. Надо еще баш было изучить. Тогда было бы, конечно, повеселее. Повеселее бы я его выносил. И моноберн. Голтенком увеличен. Надо бы сделать третий грейд на атаку Наг. Для этого надо сделать второй грейд. А он слишком дорогой. Вообще, грейды в башнях у Наг, возможно, самые худшие. То есть, ну, под лейд они что-то делают хотя бы. Это, конечно, не у ворота для стрелков. Но за 425 грейд здесь одного юнита, когда ты за 300 можешь грейдить всех. Ну, в данном случае уже за 400, конечно. Камня, к сожалению, мы не увидим, да? Да, камня мы, походу, не увидим. Потому что человек уже умирает. Ну, пазл со всех сторон ломается. И все. Ой, жалко, блин, я деньги разбазарил на всякую фигню. Надо было черепаху к Андрею отправить. Она бы его, наверное, финишировала. Вот здесь что-то это. Что-то получает моя тетка. Так, сори, что отвлекся. Тут, кстати, куча героев. Но вот опять-таки Таурен. Был Таурен. Минус вся манна. То есть, он дизейблит всех героев своими набернами. Кстати, до сих пор жив Кенарий против такого количества паков. Но уже полубог, конечно, дышит. Ну, ладно. Так, надо черепаху сюда отправить. Она убьет, надеюсь, Андреевского героя. И все будет круто. Или Нюкера. Нюкер, кстати, вот клевый. Вроде как у Наг тоже. То есть, у Наг бесполезных героев особо нет. Дизейблер, конечно. Ну, хотя нет, смотрите, видите, все стоят просто. Все стоят. Это значит, что есть вероятность повышенная, что ты будешь бить Барак. А это круто. И Кенарий жив. Он же будет еще отхиливаться дальше. Но сейчас появился Моноберн. Если бы, конечно, он появился раньше, так и Нарий бы вообще ничего не кастовал. Так, дизейблер у меня уже совсем лоу. Но пока живет. Последний Барак. Не, ну, Монфейст реально сам виноват. То есть, его пушит эльф, а он взял ко мне Барак опнул. Естественно, его эльф допушил. Все. О, все, пошла черепаха. Черепаха сильная. Черепаха сейчас будет порабощать, надеюсь. Куда-то она... Что-то она вообще такая неспешная. Пошла в самую долю. Ой, что-то она не так часто атакует. Но я помню по прошлым играм, что она была сильная. Все, Монфейст потерял свой последний оплот. Камень, к сожалению, не будет героем этого видео. Дом сейчас тоже у него сломается. Ну, надеюсь, Эллидан сначала убьет всех героев. Прежде чем... А, ну вот, одного он уже гасит. 3 700. Ну, если что, сплэшом там заденет. Правда, сейчас дом умрет. Ё, простой. Нет. Дом. Сейчас эльф сломает дом. А, ну, хотя тогда эльф отдастся, а Эллидан-то выживет. Эллидан-то выживет. Эллидан тут будет этот забирать всех. У него-то 1000 хп, но это обманчив... Не, наверное, все-таки отдамся. Это от трех героев с 1000 хп. Наверное... Лол, все-таки идут туда-сюда, туда-сюда. Такой траллинг. Лол, ну этот все, этот уже не тралится. Офигеть, Эллидан иногда умирает, а? Кто бы мог подумать. Черепаха, кстати. А, черепаха-милишник получается. Так она, получается, огребает. Чего? Чем-то милишник. Вроде милишник. Листанция 150 написана. А, значит не милишник. Значит не огребает. Так, ну сейчас я отправлю против трех героев бедного Монфейса целые три героя. Ой-ой-ой, тут бар... Так, это так. Только Биг Мак. Блин. А как вот переагривать юнита, когда нет... Ну, переагривать героя, когда нету юнитов. Так, интересно, если я Эллидана отправлю, он опять... О, нормально. Нормально. Все, двух героев отправили. Сейчас вот этих вот трех героев заберем. У меня же Эллидан. И... Правда, хотя у меня один герой первого левела. И пойдем дальше ломать. Хотя можно сразу и нагу туда отправить тоже. Все. Полный комплект героев. И улучшаем, делаем грейды на атаку. Надо уже наконец сделать грейды на магов. Ну, уже я так, конечно, подрасслабился. Потому что у всех не достаёт бараков, кроме меня. Андрей опять отправил своего героя ко мне. Чуть там с эльфом проблем никаких, что ли? Ну, конечно, проблемы. Но а что я могу поделать? Так, ну что у вас, что здесь? Ой, что-то дизейблер мой огребает. Да что же дизейблер-то так любишь драться-то? Офигеть. Ой, дизейблер, дизейблер. Тысяча хп уже. Плохо. А где еще где-то? А, это вообще... У меня еще два героя сдохло, что ли? А, нет, дизейблер. Вот, это другая баба. Ну вот, теперь меня все устраивает. Пусть бьют Эллидана. Бить они все равно. Его будут долго. Эллидана все равно всех их убьет. А вот эта баба, к сожалению, так жизни не научилась. Была первого левела и осталась. Хм, кстати, смотрите, черепаха... Все-таки она получает возвратку или нет? Получает? Да. Нет, он ее пьет. Нет. Она получает возвратку. И умирает. Она умирает от героя за 800 голды. Офигеть. Нет, черепаха не такая имбовая. Получается. Ну все, то есть ты отправил этого героя, это полностью затычка на один лайм. Ну, то, что я говорил, Эллидан расправился с двумя героями. Один из них был херокиллер, но ему на это наплевать. Я, конечно, трех героев отправил, там было всего два. Но один мой был первого левела, он сдох в начале и только этот опытом подфидел. Так, ну и сейчас сделаем уже третий грейд на магов. Здесь мы бёрнем, 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 никак не забёрнем, блин, чувака. Потому что у него очень мало манны стоит заклинание, и поэтому он особо сам манну не тратит. Можно сделать грейд на улучшенный бёрн, чтобы лучше его бёрнить, в общем-то. Так. Стан можно там улучшить. Всё, Мунфейс отливанул. Не выдержала душа поэта. Тысяча четыре сто двадцать! Для того, чтобы вместо тысячи, для того, чтобы здания лучше атаковали. Жёстенько. Айс Волл. Сто двадцать пять дэмэджей, стан на одну секунду. Не, ну на, конечно, свои там темы сильные. Например, Эллидан. Вроде черепаха была неплохая. Ну, чё-то я пока, пока вот не оценил. Но, говорят, неплохая. Так. Ну, здесь, понятно, два моих героя пушат. Кенарий на миде королевствует. Надо бы черепаху туда отправить. Всё-таки... Не, ну, черепаха, видите, бьёт этого и возвращается черепахе больше, чем она дамажит. Поэтому, понятное дело, она умирает. Потому что возвратка опаснее. Сейчас я надеюсь, что сломаю барак, потому что всё-таки пришёл Эллидан. А Эллидан не привык куда-то ходить, не забирая барак. Так, пока два из двух было, в общем-то. Или я этому раньше... Да, это моё роль раньше сломал барак. Ну, плевать. Такс. Долго делается грейт. Коплю на черепах. На три снижает армор. Ну, клёво, с одной стороны, но не очень. Всё, теперь у меня есть... У моих наг есть заклинание. Давайте, кастуйте. Горгоны. А чё они, видимо, типа только один юнит? Так, чё с бараком-то? Звёздочки падают. Эллидан бьёт свою возлюбленную. Ну, дизейблерша моя лоу. А, нет, дизейблерша норм. Все стоят, потому что дизейблерша задизейблила. Ну, здесь Андрей вроде пушит. Может, Эльф всё-таки ляжет, наконец. Веспы, конечно. Веспов здесь наплодилось. Но, правда, веспы умирают быстро. Ну, и я, как обычно, тиран без маны. Как обычно, превращаемся в форму полиморфа. И всё, в общем-то. В общем, ничего нового. Так, ну, Кенарий. Единственное, Кенария надо остановить. Для этого надо отправить Черепаху. Для этого надо подкопить денег. А чё-то с деньгами у меня какие-то лёгкие проблемы. О, кстати, минус полбарака. Ну, кстати, слушай, получается, мы с тобой вдвоём остались. Надо уже Эльфа запушивать. Потому что по... Я запушил уже барак. Ну, надо прям окончательно его запушить. Потому что по одной линии соприкосновения мне тебя не победить. Ты отправляешь вот этого своего кулгана, и всё. В общем-то. Я специально не хиляю барак для того, чтобы, когда его начнут бить, отхилом переакрить. Так, видите. Всё нормально вроде как у Иридана. Ну, отхилы, отхилы от виспов. Минус мана тоже. Не один я бёрню. Ой, дизейблер чё-то ещё куда-то... Дизейблер решил спелл заюзать. Ой, ну, кстати, почти, почти умерла. 15-го левела под ману. Добивайте её. Ну, сплэш. Сплэш, наверное, рано или поздно она сдохнет или нет. Полиморф, давай, чё-нибудь... Ой, какой полиморф? Метаморфозу. Давай, ещё что-нибудь. Нет, лол. Ещё и отхил сейчас от архидруида. И сейчас ещё под мат хиляется, выживет гадина. Так, а, надо на миг черепаху, наконец, отправлять. Не буду дураком, не буду отправлять черепаху против вот этого гада. Ну, или Дана, что ли? Я отправил. Против кого? Против этого. Кулгана. Ну, да, уже отправлял. Я думал, что она рейндж. Оказывается, у неё 150 рейндж, а 150 рейндж тоже считается. И эльф отбился от меня, кстати. И сейчас пойдёт ко мне. С Малфурионом, с Терендой. Муж и жена. Одна стана денег, чё-то нету ни черта. Так, чё, черепаха, что ли, сломала Кенария? Или он сам умер от старости? А где Теренд, я не понял. Она куда-то попёрла, что ли? Ну, она от меня отбивает. Да. Так, ну чё, отправим сюда Элидана. Пусть он покажет пацану, что тот неправ. Ну, то есть он тоже, конечно, очень жёстко возвраткой получает. Но метаморфозами будет отхиливаться. Да, он жёстенько получает. Черепаха проходит. Черепаха проходит. Надеюсь, чуть левелапнется. Какого она там, седьмого левела? Минус пятьдесят. Вызывает этот всякая фигня. Да ёпрст, это чё-то как-то больно бараку. Ну, ничего. Сломаем пацана. Последнюю манну ему выжгли. Так, семь из пять манна. Даже не знаю, чё. Ну, давайте чуть сплэшем, мермидоном. Чтобы они барак тоже сносили, что ли. Ну, как-то всё тленно. А, вроде как у Наг больше грейдов. То есть они меньше дают, но их больше по количеству. Так, пилот-каток потерял свою крепость. Благо, черепаха была от места взрыва далеко. И поэтому не сильно пострадала. У него остался один барак. Всё. Забрали, наконец, пацана. Реген, блин. Всё-таки я что-то реген почему-то не юзал. Надо было регеном переагрить. Специально его оставил и не оставил. Не заюзал. Здесь Андреевский герой 17-го левела. Ну, черепаха, надеюсь, его убьёт. О, черепаха с удара сломала. Ой, блин. Главное, чтобы не начиналась битва бессмысленная с Кенария. Медведя съели. Так, ну, потихонечку, потихонечку, полигонечку. Иллидан к Андрею. Делаем ещё грейдики. Я не знаю, какие грейды делать. Сирена, Мермедон, 15% шанс заблокировать 25 урона. А у гномов, что ли, или у кого-то есть шанс полностью заблокировать урон. Как-то неравноценненько. Делаем, делаем грейды. Вышел опять этот гадина. Сразу же минус вся манна. Вот, вот это прикольно. И сейчас ещё вот этого надо забернуть. Ну, седьмого левела всего. Ой, черепаха здесь моя с Кадоем дерётся. Ну, вроде черепаха побеждает Кадоя. Отлично. Черепаха съела Кадоя. Живёт дальше. Фуф, блин, даже не знаю. Надо сюда отправить вот эту вот, чтобы она училась жизни потихонечку. Ой, черепаха, походу, сдохнет. Ну, потому что её ещё с Кенарей будет бить. Эх, жалко черепаха. Но сейчас тут какое-то время будет Кенарей блочить всё это дело. Герой первого левела мой. Ну, она вроде это прикольная. Что-то там делает. Тебя что-то она огребает, прикольно. Блин, ну, слышь. А Тантонид от первого левела, мне кажется, бы расправился или нет? Ой, больно-то как? Чужие все так бьют-то. Пацаны, давайте, давайте. Молнии, молнии, шмолнии. Все дела. Хочется её прокачать хоть чуть-чуть. Черепахусть тут не отправишь. А что, Эллидант твоего героя не убил, да? Ну, этого хотя бы всю ману задрейнил. Не, если бы ещё Грейт, ну, этот, ну, спелл на Метаморфозу ещё чаще бы работал, чтобы вообще им было. Так, ну, давайте снижение армора сделаем. Против героя всё-таки это имеет какой-то смысл. 30% шанс стана сделаем. Ну, и будем копить, наверное, черепаху. Здесь прохожу я слева своим отстойным героем, потому что уже идти особо некуда, никого-то и, в общем, и не осталось. Кенари здесь получает с двух сторон, но это пока его особо не смущает. И, наверное, она, не знаю даже. Что, Эллидант сдох? Эллидант сдох. А это неприятно, блин. И это-то неприятно. Сейчас эти гады будут отхиливаться. Черепаху сюда не отправишь. Тима дно я леваю. Понятно. Кенарий ещё жив. Забавно, что мой четвёртый Баракова бьёт. Сейчас вот будет просто топчик, если Кенарий убьёт сейчас этого героя. Но нет, его превратили в овечку беззлобную. Ну, Наги, конечно, в лейте не очень сильный. Так и проиграть, блин, можно Андрею. Копим деньги. Копим, копим. То есть, надо сюда отправить двух героев желательно. Кенарий. Всё, Кенарий сдох. Офигеть. Кто бы мог подумать, что он может умирать. Бёрнется потихонечку герой. Ну, конечно, слабовато бёрнется. То есть, для тысячи потраченных голды хотелось бы что-то сильнее бы иметь. Ждём, пока подойдут герои. Отправим по стандарту своих. И Кадой ко мне идёт на меде сейчас придёт. Ну, кстати, Кадой нормально огребает на четвёртого левела всего лишь. Но сейчас он моего героя убьёт и прокачается. Чё у тебя там как? Много грейдов в башнях сделано? Нормально. Ну, тут не все клёвые. У меня все не клёвые. Ну, сейчас, наконец, к башням моим подойдут. Ну, всё-всё-всё, подходите, подходите. Ну, Кадой решил уйти, а нет, перед тобой уходится. А куда он пошёл? Ну, он что-то просто походил. Ну, это нормальная тема, привычная. Так, главное, рейнджа сначала убить. Было бы клёво. А чё этот оболишь мэйджик, я же взял. Чё оно не диспелит-то? Так, ладно, дальнего убили. Здесь герой подходит. Ну, это ладно. И на меде сейчас Кадой придёт. Ну, против Кадоя надо будет править черепаху свою. Правда, денег нету ни черта. Текс. Текс. Ну, да, нормально, побеждаем героя. Засайленсили его. Это, наверное, этот Сайленс вот. Дизейблера моего. Ну, пацан всё равно режет. Иллидан режется об него. Ой-ёй. Чё-то тут огребалите какое-то намечается. А где твой Кадой? Решил не подходить пока, что ли? Ну, да, он гуляющий Кадой. Такой сам по себе, знаешь. Ёп, РСТ. А у меня на меде героев-то нету. Я потерял барак? Офигеть! Я потерял ещё один барак? Я, походу, слил. Офигеть! Андрей, что ты делаешь? Прекрати. Не знаю. Какая-то дичь. Взял два барака. Я просто всё на мид смотрел. Думал, сейчас туда отправлю черепаху. А черепаха-то была на КД. Башни всё ложится. Просто писец. Ну, я зря. Надо было Иллидана куда-то... Хотя Иллидан единственная возможность защититься от этого чувачка. Каргала. Вот этого пассивочного героя. Ой, я не знаю, блин. И что мне делать? Как мне быть? Надо было катапульта там что-нибудь встать. Что-то такое делать сильное. Ну, что-то я вообще не среагировал. Офигеть! Башни все умирают. Ну, конечно, хотелось бы что-то полезного в башнях. Я что-то думал, что посильнее... О, кто-то на 9 снижение армора. Ну, это посолиднее. Ну, денег-то нет уже. Приходится держаться. Башни все ложатся. Кодой просто... Просто убийца кодой. Иллидан сдох. Здесь башню бьют. Ё, просто все. Андрей выиграл. Андрей непобедимый какой-то. Офигеть! Всю игру доминировал. Все бараки снес, взял, слил. Жесть какая-то неадекватная. Дом лечится. Да. Забавно получилось. Ну, все, я слил, получается. Забавно получилось, что я всех вроде спушил в начале. Но наги не терпят долгой игры. Нагам надо побеждать пораньше. Но получается такая тема, что я не мог допушить Андрей. Из-за того, что он каждый раз отправил ко мне каргал. А убить каргала быстро никак нельзя. То есть, его убиваешь примерно за время его перерождения. Из-за того, что я долго... Ну, то есть, получается, пушить мне надо было через всю карту по второй дороге. Ты запаришься. Ну, или по миду можно было, наверное, в какой-то момент попробовать. Я же не мог бы его сразу и на мид, и... Не, ну, уже где-то с 37-ой минуты я начал просаживаться. Потому что у меня, ну, пассивки там 20 хп одному юниту и 2 армора. Ну, это неадекватный грейд. Совсем. То есть, наги, они сильны вот в начале. Они сильны где-то до 35-ой минуты. А где-то, ну, когда я уже остальных снес, все стало хуже. У тебя чуть-чуть больше юнитов убито. Забавно, конечно, 2 здания отлетели. Но зато мы увидели вот имбу, реально. То есть, Иллидан, который тащит просто всех. Таурена, который считается сильным героем. И все там вообще убивает Изи. Каргал, который тоже реально доминирует ужасно. Камня мы, к сожалению, не увидели. Потому что Монфейс неадекватно. Он сыграл. Ну, а Кенарий. Кенария мы видели уже много раз. Он все еще такой же звездный. Но как-то не затащил почему-то эльф с ним. Ну, хотя, конечно, когда градус имбовости повышается, сложно тоже Кенарию. Все-таки он не каргал. Об которого просто все убиваются. Любой миличник получает больше, чем наносит. Все-таки, мне кажется, ну, возвратка больше 100% быть не должна. Хотя бы, ну, то есть 100% нормально. Больше сотни уже слишком. Ну что ж, всем счастливо. Всем пока. Всем пока.